Ройалти, бренд, маркетинг... Чувствуете, чувствуете, как в ушах что-то пошло? Давай еще раз! Он заказывает товары и привозит на свой склад. Это связка Сирема и ВМС-системы. Господи, я же просил тебя, давай по-человечески! Давайте еще вот все втроем в разные... Во всех странах есть Макдональдс, кроме одной страны! В России! И снова здравствуйте! В эфире мистер Сергей! Помню, как в 2005 году я сидел в маленьком, но очень уютном магазине Skif Music в Самаре. Там было буквально 8 квадратных метров, которые были напичканы разного рода инструментами и приколюхами. И вот сейчас, в 2023 году, я сижу в одном из магазинов Skif Music, который находится в Санкт-Петербурге. И передо мной сидит батюшка Борис Колесников. Привет, Борис! Здорово! Очень рад, что ты к нам зашел сегодня. Расскажи мне, что представляет из себя Skif Music на данный момент? Слушай, ну ты прав, да? С 2005 года уже 18 плюс лет Skif Music развивается. И сегодня у нас 22 магазина в 22 городах страны. И если говорить вот совсем обширно, то мы вторая по количеству магазинов сеть в России. Это серьезно. Это большая ответственность, ребята. Ну вот, когда ты начинал, какие проблемы у тебя были? Слушай, когда я начинал, во-первых, я был буквально студент и школьник, студент и очень молодой юношей. Для меня все было одной большой проблемой. Потому что я не понимал, что такое бизнес, как его делать. Да и, в принципе, я не считал, что для меня это бизнес. Я играл рок-н-ролл в группе. И просто у меня была возможность привозить какие-то классные гитары из-за границы. И я это делал. И в целом такой мысли, что из этого получится какой-то бизнес, не было. Только когда гитар стало уже так много, что на нашей реп-точке просто стало очень трудно передвигаться, то, в общем-то, такая пришла идея, что пора открывать магазин. И вот в том самом магазине ты и сидел в 2005 году. А проблем было полно. Там не было денег, да, там пришлось брать кредиты. Были какие-то первые встречи с какими-то проверяющими инстанциями. И я там делал сайт сам на коленке, какой-то маркетинг продвигал. И вот все это постоянно приходилось делать. Очень много. Ну, в какой момент ты понял, что это действительно работает? То есть это более-менее стабильный бизнес? Слушай, нет, ну работало это с самого начала. То есть, во-первых, тогда в 2005 году вообще мало кто что-либо возил откуда-то. И привезти какой-то классный инструмент, это было важно многим. Все хотели покупать классные гитары. И на тот момент в магазинах был не такой большой выбор. Классно, да, что мы сейчас вернулись примерно в ту же ситуацию, как и в 2005 году. Да, да, все по кругу. Когда западные... Время первых. Западные бренды уже не так сильно доступны, хотя в Skiff Music на самом деле доступны. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. Ну, то есть, фактически ты просто, так скажем, сам вырос из своего желания, просто двигался в нужном направлении и все масштабировалось. Постепенно, то есть, делал какие-то задачи за задачами, все масштабировалось. То есть, сначала был открыт первый магаз, сначала вообще был онлайн-магаз, да, SkiffMusic.ru, сделанный на коленке. Потом в 2009 году был открыт, собственно, магазин в Самаре. Потом в 2011 году в Москве. Потом долгое время у нас такая была затяжная пауза. Я там занимался какими-то другими проектами. И вот в 2020 году как раз в пандемию, да, решил сосредоточиться на развитии Skiff Music. И, собственно, вот так вот мы пришли к тому, что запустили партнерский союз. Партнерский союз Skiff Music, в котором сейчас уже 22 магазина. И за вот этот год, 22-23 год, к нам прижойнилось 17 магазинов по всей России. И это стал настоящий союз, потому что сейчас это 5 магазинов управляющих компаний Skiff Music. То есть, по сути, той компанией, которую я придумал. И еще 17 магазинов наших партнеров, где собственники совсем другие люди. Но все мы работаем под единой вывеской Skiff Music, под единым брендом, с единым маркетингом, с единым сайтом, с едиными поставщиками. Это и называется франшиза, да? Это и называется франшиза, все верно. На самом деле, знаешь, какая была история? Год назад я сидел и думал, блин, если мы назовем это франшизой, то никто не придет. Ну, потому что слово франшиза, оно матерное, по большому счету в бизнесе. Сразу прям вот Макдональдсом пахнет. Хотя, на самом деле, Макдональдс одна из самых лучших франшиз в мире, если говорить честно. Потому что во всех странах есть Макдональдс, кроме одной страны. Корея. Райс. И, соответственно, да, все это называется франшизой. У меня было такое подозрение, что называть это франшизой нельзя, поэтому мы придумали партнерский союз. В целом, отличий никаких. Есть абсолютно такие же условия, как у любой франшизы. Паушальный взнос, роялти, бренд, маркетинг, помощь в развитии. Чувствуете, как в ушах что-то пошло? Давай еще раз, только простыми словами. Вот, смотри, я живу в городе Новосергиевск. Отлично. И у меня в первую очередь вопрос возникает. Как мне определить, что городу Новосергиевск нужен такой магазин, что есть спрос? Как понять? Смотри, давай начнем с того, что все-таки есть два направления. Первое направление – это для тех, кто уже владелец музыкальных магазинов. И вот, собственно, таких много. В России более полутора тысяч музыкальных магазинов. Из них 95% – это не сетевые магазины. И в том числе в каком-то условном городе Новосергиевск, скорее всего, есть какой-то локальный магазин, который, может, там лет уже 30 работает. Соответственно, наше предложение, оно и для тех, у кого уже есть музыкальные магазины, и для тех, у кого пока вообще нет никакого бизнеса. Вот по-простому. То есть, если мы находимся в этом самом Новосергиевске, у нас есть магазин, условный магазин, музыкальные инструменты. Мы понимаем, что нам тяжело, мы не можем там развиваться, у нас нет денег, чтобы сделать классный сайт, у нас там маленькие закупки, у нас самые непривлекательные цены и так далее. То мы приходим в Skip Music и говорим, слушайте, я хочу быть с вами, да. И, по сути, этот магазин в этом городе, он присоединяется к сети Skip Music и становится частью ее. Или простой. И надо поменять название? Нужно поменять название, нужно там соблюсти некоторые наши регламенты, ну, они достаточно лояльные. И после этого, да, подключиться к сети. И второй вариант. Когда вообще нет никакого бизнеса, я такой, блин, я хочу музыкальный магазин. Можно к нам прийти, по сути, это уже называется классической франшизой, да, когда мы помогаем там подобрать помещение, сделать дизайн-проект, вообще, в принципе, да, согласовать, а есть ли смысл в этом городе открывать музыкальный магазин. И в этом плане мы тоже помогаем, потому что человек может думать, что вот в этом городе, где живет 3,5 тысяч человек, нужен обязательно музыкальный магазин двухэтажный, да, на 7 тысяч квадратных метров. Но есть такая вероятность, что он там не нужен, потому что там, в принципе, продуктовый еще пока не открыли. Вот, возможно, ему нужен другой бизнес. Вот, поэтому мы помогаем вообще определиться, нужен ли тут магазин, есть ли здесь спрос, смотрим там всевозможные, там, тепловые карты, где его лучше поставить, смотрим, в принципе, по нашей базе. Мы 18 лет работаем, мы знаем, откуда у нас есть заказы, они есть со всей территории, с всей страны, мы видим, да, ну, если, условно, отсюда не было за 18 лет ни одного заказа, ну, может, там и жени нет. Ну, да, вряд ли будет. Ну, и как ты думаешь, сколько мне нужно денег, если у меня ничего нет, предположим? Смотри, вот тут как раз все зависит от населения. То есть мы делим четко города по количеству человек, живущих в этих городах. То есть там, допустим, город до 100 тысяч, город от 100 тысяч до 300, от 300 до 500, от 500 до миллиона. В основном сейчас мы говорим о продаже франшизы или партнерского союза в городах до миллиона жителей, да. Вот в зависимости от того, сколько людей живет в городе, от этого, конечно, нужен магазин побольше, побольше и совсем большой. Давай возьмем какой-нибудь простой пример города от 500 тысяч до миллиона. Вот. В среднем для того, чтобы открыть магазин с нуля, вот прям с нуля сейчас, нужно инвестировать примерно 3-5 миллионов рублей. Но важно понимать, да, что эти инвестиции, они по большому счету идут все в товарные остатки. Ну вот мы сейчас с тобой сидим в магазине, да, это там гитары, какие-то аксессуары и так далее. Эти товарные остатки, они не портятся, ну, если за ними следить. Они не имеют срока годности, в отличие от продуктов питания. Они не имеют сезонности, в отличие от одежды, да, которую там надо постоянно обновлять, потому что вышла новая коллекция. И по большому счету сами коллекции, они могут продаваться десятилетиями, да, там вспомним пресловутую Yamaha F310. Сколько она уже там этой модели лет? Двадцать? У нас говорили в милиции висяк. Это она висит и висит. Ждет своего клиента. Да. Вот. Поэтому эти инвестиции по большому счету на 95% товарные остатки. И там небольшие деньги нужны для того, чтобы арендовать помещение, сделать дизайн, повесить вывеску, организовать пространство, нанять сотрудников. Ну, вот эти все вещи, которые связаны с предпринимательством. Я не знаю на твоем канале, как много предпринимателей, но мне кажется, есть... Все, каждый в душе предприниматель. Там точно знает, что надо делать. Просто мне кажется, что люди, которые работают, как обычно, знаешь, не предпринимателями, они думают, что там он рай. И они хотят туда, да. Те, кто предприниматель, они наоборот. Ну, в общем, это нормальная история. Ну, а в среднем время окупаемости? Ну, очень грубо. Нет, у нас есть точные цифры. Во-первых, смотри, у нас нет никаких грубых цифр. Все-таки это бизнес. И здесь надо понимать, что мы 18 лет работаем. У нас есть четкие цифры. Вот, поэтому мы знаем абсолютно досконально, сколько времени. Но, опять-таки, эти данные есть по нашим магазинам. Если ты открываешь магазин в каком-то новом городе, тут все может быть по-разному. Вдруг так случится, что там этот настолько музыкальный город, что прям вот можно в два раза быстрее купить. Но у нас средняя полная окупаемость всех вложений, опять-таки, да, всех. То есть, когда ты вот деньги, которые ты вложил на товар, на открытие и так далее, то есть это два-два с половиной года. Вот. Ну, для реального бизнеса, такого консервативного, как магазин музыкальных инструментов, это такой абсолютно адекватный срок, когда ты постепенно эти денежки вынимаешь, и через два-два с половиной года этот бизнес уже становится тем, который приносит тебе уже сверху доход. Ну, нужно же, наверное, делиться с тобой, с продавцами, с пожарниками. Все верно. Смотри, это называется не делиться, это все есть в том самом отчете о доходах и расходах. Мы его так вот грубно называем P&L по-модному, да? Вот. И это называется платить зарплату, платить аренду. Теперь это так называется. Платить ройалти за пользование брендом и так далее. И все это, конечно, уже заложено в эти расходы, поэтому, ну, да, как говорится, делиться нужно. В этом и есть суть предпринимательства. Ты везде поделился, в конце сам себе что-то заработал. Это очень интересно. Ну, а по поводу персонала. Насколько много нужно персонала набирать? И его нужно обучать как-то специально? Смотри, у нас магазин в среднем где-то рассчитан на 4-5 менеджеров. Это управляющие, это ребята, которые эксперты, менеджеры по продажам. И обязательно гитарный мастер на каждый наш магазин. Поэтому вот примерно такое количество персонала. Управляющая компания помогает с поиском людей. То есть мы с помощью своего HR-отдела выкладываем вакансии, помогаем найти людей, помогаем обучить людей. То есть у нас вообще есть огромная база знаний, по которой мы обучаем и нашего нового партнера, который стал владельцем магазина, и, конечно же, его сотрудников. Ровно так же мы обучаем своих ребят уже многие годы. И теми же самыми знаниями нагружаем наших партнеров. То есть можно сказать, что основную роль несет сила бренда? Так и будем говорить. То есть если я открываю магазин Skiff Music, все говорят, да, это тот самый магазин, которому 20 лет, и все было хорошо, и мы можем в нем что-то купить. Смотри, конечно, бренд – это очень важная история, на самом деле, потому что есть такое… Как проверить, насколько важен бренд? Это очень легко. Есть такое понятие, как брендовые запросы. И есть Яндекс.Вордстат, да, и туда можно вбить любой запрос и посмотреть, сколько раз его смотрят. Так вот, брендовый запрос Skiff Music, он с каждым годом, количество этого запроса растет. То есть люди, узнавая о нас через наш маркетинг, да, то есть там видео в YouTube, ролики, натыкаясь в социальных сетях на какие-то наши предложения, они потом просто идут в условный Яндекс или Гугл, просто вбивают Skiff Music для того, чтобы прямо к нам прийти и посмотреть там что-то на сайте или что-то в магазинах. И эта узнаваемость растет, и поэтому, да, это именно так и работает, что, о, прикольно, я хочу там сходить в Skiff Music, и некоторые даже пишут там Skiff Music Екатеринбург, то есть проверяют, а есть ли в Екатеринбурге, вот у нас пока еще нет в Екатеринбурге, скоро откроется магазин, но некоторые уже пишут Skiff Music Екатеринбург, и мы видим, сколько у нас таких запросов идет из конкретного города. Поэтому бренд – это очень важно, ну, не зря мы строим уже его 18 лет, и столько потратили силы, энергии, ну, одних только роликов, да, сколько уж на твоем YouTube-канале наших роликов, а на нашем YouTube-канале Skiff Music, да, там сейчас 2300 роликов, которые мы сняли за вот 12 лет работы. Поэтому бренд – это супер важно, но не менее важна и вторая история – это наш очень сильный сайт, да, skiffmusic.ru, на сегодняшний момент это третий сайт по трафику в индустрии. То есть мы пока еще не догнали двух наших основных конкурентов, но в целом во всей индустрии, да, мы на третьем месте по трафику. И третья история – это Skiff Music ERP. Это наша IT-система, то есть так как у нас в компании работают разработчики, и мы пилим свою собственную IT-систему. Что это такое? Это связка CRM и WMS-системы. Два ругательных слова. Господи, я же просил тебя, давай по-человечески. Ну, в общем, короче, это системы, которые помогают полностью контролировать бизнес, вести учет товара, вести учет продаж, вести учет своих там сотрудников, выплачивать им зарплату, принимать заказы. В общем, все-все-все это автоматизировано благодаря этой системе. Здорово. А сайт, он как бы один на всех. То есть если я открою магазин, я к сайту подключаюсь. Мне не нужно свойства сайта. Все верно. Смотри, если ты открываешь магазин, сайт skiffmusic.ru по большому счету становится твоим. Потому что вот если мы сейчас посмотрим, допустим, зайдем на сайт, выберем какую-то акустическую гитару и увидим, да, что смотрите, эта акустическая гитара есть там в магазине в Москве, в магазине в Санкт-Петербурге и в магазине в Череповце. И мы понимаем, что окей, круто. То есть мы автоматизировано подгружаем наличие остатков сразу в одну карточку. По сути, сайтом одновременно пользуются все партнеры и как своим. И поэтому все партнеры могут продавать онлайн по всей стране за один щелчок. То есть просто подключив. А сайт-то уже раскручен. Это и дело. А вот Екатеринбург сейчас потирает руки или уже есть там человечек? Нет, смотри, пока в Екатеринбурге у нас план открываться самим. Вообще такой план мы честно сразу всем сказали, что города-миллионники управляющая компания оставляет за собой. У нас есть только предложение, что мы можем дать не уникальный контракт на город-миллионник. То есть что это такое? Допустим, вот если берем Магнитогорск, наш партнер Череповец, или там города Московской области, там Королев, там, не знаю, Сергей Фасад. Там мы передали право пользования брендом Skiff Music на весь город. Больше никто не может открыть там Skiff Music. То есть это просто весь город, он занят нашим партнером, и только он может открывать там магазин. Второе, третье и так далее. Если говорить про миллионники, то мы такое уникальное право никому не передаем. Если кто-то захочет открыть миллионник, то он должен сразу понимать, что он откроет магазин. Управляющая компания там тоже может быть, откроет магазин. Потому что миллионники, города большие, и там в целом, в принципе, всегда много магазинов. Вообще у нас есть такая статистика, что в России среднестатистически один магазин на 100 тысяч населения. Ну, сейчас даже на самом деле на меньшую цифру, но вот так вот в среднем по стране один магазин на 100 тысяч населения. Поэтому в крупных городах, где живет там полтора-два миллиона человек, то, соответственно, минимум там 20-25 магазинов мы всегда имеем. Серьезное дело. Вот подскажи по поводу инструментов. Они же везутся из-за границы. То есть есть какой-то импорт. Этим занимается каждый магазин самостоятельно или все центрально и потом разносится по магазинам? Окей. Смотри, значит, тут есть два пути. Первый путь – это наши общие дистрибуторы. Дистрибуторы. В России есть большие дистрибуторы, у которых есть поставки инструментов. И, по сути дела, у нас могут быть прямые контракты и у нас в управляющей компании, и у партнеров с дистрибуторами. Но когда партнер становится Skiff Music, у него есть галочка рядом, что он стал партнером Skiff Music, то он автоматически получает самые лучшие цены от дистрибутора. То есть ни один другой магазин самостоятельно такие цены получить практически не может. Ну, просто за счет того, что нас много, мы закупаемся больше, у нас самые сладкие цены. И второе, да, это то, что Skiff Music сам импортирует, то здесь, конечно, у наших партнеров тоже самые сладкие условия. И, по сути дела, самое важное, что партнеры получают товары уникальные, которых практически ни у кого в рынке больше нет. Всплыли словечки. Давай ликбез короткий. Чем дилер отличается от дистрибутора? Очень, если по-человечески. Да, очень по-человечески. И в любом бизнесе есть простая линия, в любом торговом бизнесе есть простая линия. Производитель. Это завод, да, там, в Китае, во Вьетнаме, в России, неважно. Завод, где что-то делают. Там есть, туда приходит сырье, и из деревяшки получается гитара, да, там, выпиливают, струны натянули, все сделали, вот на заводе. Дальше сам завод, он напрямую всем магазинам по миру раздавать свои инструменты не может. У него просто нет такой инфраструктуры. Поэтому завод заключает отношения с какой-то компанией в стране и называет ее дистрибутор, да. И этот дистрибутор, он занимается лишь одной функцией. Он у этого завода в больших количествах, условно, контейнерами, там, вагонами, самолетами, он заказывает товары и приводит на свой склад. Вот. И дальше у него одна единственная функция, это раскидать по дилерам, это третье звено в этой цепи, это, по сути, вот магазины, да. То есть производитель, дистрибутор, конечный магазин, и после магазина уже идет покупатель и потребитель. Ну, и вот такая цепочка, она работает во всем, в любом бизнесе, неважно, это музыкальные инструменты, продукты питания. А дистрибьютор есть в стране завода или в любой стране? Дистрибьютор, он находится в стране, в той, в которой, собственно, нет, 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 в стране, в которой продается товар. То есть если завод находится, например, в Китае, то для того, чтобы продавать товары в России, дистрибьютор находится на территории России. А, и закупает большую партию, и дальше уже по дилерам. И дальше уже по небольшим дилерам, да. И абсолютно идентичная схема работает в любом бизнесе. Берем продукты. Даже в теневом. Берем продукты питания, там все то же самое. То есть это единая схема. Люди пишут, страдают, жалуются, что нет денег. Они создают впечатление, что никто никогда ничего не покупает. Они только страдают. А вот как на самом деле обстоит дело? Знаешь, верить комментаторам в Ютьюбе. Привет комментаторам в Ютьюбе. Да. На самом деле, конечно, дела обстоят совсем не так, как у комментаторов в Ютьюбе. Все покупают. Иначе бы индустрия, в целом, наверное, уже давно бы умерла бы. И магазинов было в России не полторы тысячи, а полтора. Поэтому огромное количество людей, которые идут и встают на путь истинный, начинают обучение. То есть это прекрасные дети, которые, собственно, являются базисом всего. Это музыкальные школы, классическое музыкальное образование. Второй такой прототип клиента – это просто люди, которые хотят для души поиграть у себя дома. Таких тоже много. Поэтому, наверное, зачастую они просто не сидят в Ютьюбе на каких-то профильных каналах. Эти люди, они просто приходят в магазины, покупают для себя инструменты по душе, выбирают их с помощью наших гитарных экспертов и, собственно, кайфуют дома. Поэтому деньги у людей есть. В этом бизнесе что хорошо, что он достаточно стабильный, он годами работает одинаково. Здесь нету никаких взлетов. То есть надо четко понимать, что это классический ритейл. Он такой простой и понятный. Здесь не может быть такого, что мы вот сейчас вот здесь находимся, потом вот щелкнули, и мы там иксанули, икссто. Здесь такого не будет. Это такой понятный классический бизнес, в котором мы постепенно, постепенно можем развиваться, увеличивать наши продажи, увеличивать нашу прибыль. Постепенно. Зато стабильно. Зато стабильно. Вот ушли, благодаря разным обстоятельствам магической силы, бренды иностранные, западные у нас. Стали появляться китайские бренды. Спрашиваю тебя, как человека, который загрузил большую часть магазина китайскими товарами. Это хорошо или мы страдаем, это болезнь? Смотри, у нас, во-первых, в чем кайф. У нас есть винтажный отдел, в отличие от всех остальных крупных сетей. То есть были инструменты. Были инструменты. Хорошие, любые. Да, да, да. Были инструменты хорошие, любые, кайфовые. Там и японцы, там и американцы, и все, что угодно. Все это как было у нас всю нашу жизнь. Как помнишь-то еще с тех самых времен, когда, собственно, были только былые инструменты. А сейчас их тоже много. И в этом кайф, что мы продолжаем ими заниматься плотно, и во всех наших магазинах есть винтаж. Это номер один ответ. Ответ номер два. У нас есть возможность прямых поставок для наших клиентов из Америки, из Европы и из Арабских Эмиратов. Да, там на текущий момент такие хорошие цены. Ну, по понятным причинам. По понятным причинам, где находится рубль сейчас, может быть, отпустят, и цены тоже немножко отпустят. Но возможность такая есть. И поэтому для клиентов с Kiff Music никуда не пропала возможность приобретать новые какие-то брендовые западные товары. И все это легко доступно. Ну, а с точки зрения масс-маркета, да, ты прав, китайские товары, они сейчас в основном на нашем рынке присутствуют. Но, ну, вполне себе сносное качество, да. Некоторые товары, некоторые бренды китайские, ну, они прям даже удивляют своим качеством. Если мы вспоминаем, там, не знаю, десятилетнюю давность разговора, то, ну, китайская гитара, это было как ругательство. И какая-то там, ну, что-то там плохое, что ты взял в руки, надо быстрее это выкинуть. То есть сейчас уже есть такие бренды, которые не стыдно на них и играть, и кайфовать. А уж тем более, если речь идет о людях, которые просто хотят вечером дома на диване поиграть какие-то песни, ну, для них, я думаю, вообще нет никакой разницы между каким-то именитым брендом, который тоже сделан на том же самом заводе в Китае, с высокой долей вероятности. Потому что, ну, уже надо давно понимать, что средней ценовой категории инструменты, они уже многие десятки лет не делаются ни в Америке, ни в Европе. Они все делаются на азиатских заводах. И, скорее всего, на тех же самых, на которых сейчас выпускаются другие бренды, которые мы с вами видим. Я вот недавно анализировал, почему в то время, когда я делал обзоры на Skif Music, все люди очень активно участвовали в комментариях, в обсуждениях, потому что, на мой взгляд, тогда эти гитары стоили доступно. Условно доступно. И люди могли их себе купить. Довольно... Нет? Нет, 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 смотри. Тогда такой кипиш был просто из-за того, что их не было. Они, как бы, с одной стороны, тебе кажется, что они стоили доступно, но просто те цены были... Ну, если пересчитать те цены на сегодня, то примерно они будут такие же. Так же дороги. То есть, условно, в тот момент японский Джексон какой-нибудь ДК-2 стоил, наверное, 20 тысяч рублей, а может быть, даже 15. То есть сейчас это какая-то вообще невероятная цифра. То в пересчете на текущие рубли, то это, условно, 60-70 тысяч. Вот примерно то же самое и произойдет, потому что инфляция, потому что падение стоимости рубля и так далее. Тогда больше людей комментировало всю эту историю, просто потому что самих инструментов на рынке было не так много. Все было в новинку. Все было в новинку, и японский Джексон или американский Фендер, а уж тем более какой-нибудь Делюкс серии с локовыми колками, а еще и Нойзли с звучками, это звучало как примерно Ламборджини новая, которая стоит около твоего подъезда, и на ней кто-то приехал. Вот. Ну, то есть это было что-то невероятное. Поэтому люди так активно комментировали. Сейчас, конечно, все попривыклось, мы уже привыкли, что все это доступно. Ну, в этом тоже есть своя доля нормы. Все равно теперь эти инструменты стоят дорого. Как ты думаешь, сколько время уйдет, прежде чем люди смогут принять тот факт, что китайцы тоже нормальные? Слушай, я думаю, что очень быстро, потому что автомобильный рынок тому классное подтверждение. Три года назад все вообще просто, ну, что, китайская машина. Выходишь на улицу, заказываешь такси. Сейчас разве что уже в бизнес-классе столько китайских машин не приезжают, а в основном все уже привыкли, что китайские машины, китайские машины. Поэтому китайские гитары абсолютно так же быстро привыкнутся, и это будет нормой. Понятненько. Осталось только стартокастер продавать за 400 тысяч, и тогда все будут говорить, да китайцы, в принципе, неплохо, неплохо. Вот я понял, что развивается Skif Music по России, а будет ли какой-то выход на зарубежье? Казахстан, мой любимый, например. Смотри, сейчас у нас такая цель, открыть 200 магазинов в России. 200? У нас есть столько городов? Ну, в России 172 города с населением больше 100 тысяч. Ничего себе. Я со своей гастрольной деятельностью знаю только 20 городов. На самом деле, правда, много городов. У нас, например, не так давно открылся магазин Skif Music в городе Красноуфимск с населением в 37 тысяч человек. Есть эффект. И там есть продажи, там при музыкальном магазине есть школа, там учатся люди, ну, то есть вполне себе, да, то есть есть даже потенциал у таких городов открывать. Да, это небольшой магазин, там небольшой ассортимент, но это рабочий бизнес, он вполне себе может быть. А если уж говорить про города с населением от 100 тысяч, то есть таких городов 172 еще раз, да, то есть это очень много. В некоторых городах можно по паре магазинов спокойно открывать. Поэтому 200 магазинов открыть – это абсолютная реальность. Ну и это просто кайфово, потому что в мире, да, есть только одна сетка, у которой 300 плюс магазинов, это гитара-центр американский. Других таких крупных сеток нет, поэтому нам бы, конечно, хотелось, и мы идем в ту сторону, чтобы стать одной из самых больших сеток музыкальных магазинов именно в мире. А после того, как с Россией поработаем и здесь уже соберем классных партнеров и откроем магазины, тогда, конечно, пойдем на рынок СНГ и каких-то других стран, потому что, ну, ты же знаешь, я много путешествую, уже там 109 стран плюс, я везде пытаюсь найти музыкальные магазины, производителей, везде все это тоже снимаю на наш канал. И я могу точно сказать, что рынок музыкальных магазинов, музыкальных инструментов, он во всем мире примерно одинаковый. То есть каких-то суперисключений нет. Да, где-то есть локальные исключения с точки зрения музыкальных инструментов. Там на Востоке больше вот таких вот продают, там на Западе больше других. А в целом это абсолютно стандартная история. Магазин, товары, там, гитары, клавиши, аксессуары. Абсолютно одинаковый ритейл. Поэтому этот бизнес можно... Так как он консервативный во всем мире, например, в Индии я был в магазине, который работает 102 года уже, да, там, один под одной вывеской, уже 102 года, он уже в третьем или в четвертом поколении сменились владельцы, именно вот родственники, там, отец, сын и так далее. И он работает уже 102 года. И в мире есть очень много таких примеров музыкальных магазинов, которые очень консервативно давно работают, поэтому можно развиваться в этом направлении. Феерия, друзья. Так что давайте я резюмирую по-своему, по-крестьянски. Значит, есть возможность, есть возможность ворваться на все готовое, где тебя научат. Вот я говорю, хочу торговать гитарами. И что я? Я пойду, сниму какой-нибудь подвал, а скорее всего буду у себя в хате это делать. Накуплю каких-нибудь гитар втридорого и на авито их выложу. И никто у меня ничего не купит. Почему? Потому что все это не так просто, как записать платиновый альбом. Но для этого есть люди, у которых есть опыт. И они вам помогут, скажут, вам нужно взять вот это, взять вот то. Кстати, у вас есть помощь с бухгалтерией? Конечно. Нет, смотри... Это каждый сам делает за себя? У нас каждый сам делает бухгалтерию, но если необходимо, то мы берем как бы на аутсорс паркнера. Чтобы не нанимать бухгалтера. Все верно, да. Все шито-крыто. Вы просто следуете инструкциям и начинаете зарабатывать на своих любимых музыкальных инструментах. Это ли не прекрасно? Что еще можешь пожелать людям, которые планируют вложить деньги? Слушай, я на самом деле хочу пожелать людям только одного. Открывайте музыкальный магазин Skiff Music в своем городе, и это будет прекрасный бизнес на многие-многие годы, на котором вы будете зарабатывать деньги и развивать индустрию в нашей стране, а, возможно, и в соседних странах тоже. Собственно, это мы и делаем. Развиваем индустрию уже 18 лет. Точно. Вот сейчас в каждом магазине Skiff Music есть гитарный мастер, а в скором времени будет еще и гитарный учитель, я уверен. Или самоучитель. Что-нибудь в этом роде. В общем, это просто потрясающе. Я очень рад, что знаком с Борисом, рад, что сижу в этом магазине Skiff Music. И я желаю добиться 200-300. Мы сделаем 500 городов в следующую пятилетку. Поэтому обязательно переходите по ссылке в комментариях, узнавайте, что к чему. Готовьте ваши гроши, ваши стальные нервы. И действуем, ребята. Если не мы, то кто? Уж точно не китайцы. Прямо сейчас. С вами был мистер Сергей.